Александр, ты болеешь в Жасаровске хоккей? Ну, в глубине души, наверное, да. Сам лично я не большой фанат хоккея, но у меня очень много друзей, которые интересуются. Сергей, надо человека посвятить. Я знаю, у тебя есть... Крещение. Крещение. У тебя есть подарок, которым мы его сейчас покрестим в хоккей. Да, размером, размером как раз. Давай, показывай, что ты нам принёс. Большим. Это с нового роста. Новая майка. Наказывали шайбу. Новая майка со старыми дырками. То есть хоккейный клуб Михаил распался, но он не умер. Он живёт в нашей сети. Да, хоккейный клуб Сосаров воскрес. Да, будем традиции сохранять, пополнять копилки, медали. Прекрасно. Стараться. Александр, забирай. Будешь ходить в ней на все матчи. На все матчи, 75-й номер. 75-й номер. Да, семерочка. Ну ладно. Число и пятёрки включить себе на пятёрки. Всё, можно связать. Спасибо большое, очень. Очень круто. Коллега. Кто знает. Будешь приходить в музей забирать на матч, потом возвращать. Возвращать. Всё, а мы пошли писаться. Изменение правил дорожного движения для самокатов и гироскутеров, как меняется наш город и хоккейный клуб Саров возобновляет свою деятельность. Это «Соседский Wi-Fi». С вами в студии Александр Самофал. И Пётр Смирнов. Сразу к главным новостям. С моей точки зрения, Минтранс подготовил изменения в правилах дорожного движения, касающиеся гироскутеров и самокатов. Александр, электросамокатов. 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 Всё это касается теперь, называется это точнее теперь средства индивидуальной мобильности. То есть вот так. То есть это самокаты, ролики, гироскутеры и прочие атрибутики, которые перемещаются без двигателя внутреннего сгорания, но в основном ездят по тротуарам и не могут перемещаться по обычным дорогам, проезжей части. Тут дело в чём. Я сам пользователь электросамоката. И я вижу очень большое количество сейчас электротранспорта, ну я имею в виду, да, в первую очередь, конечно, самокатов появляется в нашем городе. Причём совершенно разного. Там от слабеньких, маломощных до там достаточно серьёзных аппаратов, которые там и по 50 километров в час могут развивать скорость. И раньше любой человек, стоящий на самокате, точнее сейчас даже, пока эти изменения не вступили в силу, он считался пешеходом. То есть вот едет самокат по дороге, он пешеход. А теперь свыше 20 километров в час они не смогут перемещаться по дорогам. Ну, имеется в виду про тротуар, где ходят. А, по тротуарам, я так понимаю, теперь их на проезжую часть, что ли, будут переводить? Нет, то есть вот 20 километров в час. Это предел. Предел передвижения по тротуару, где есть совместного движения, так называемый, то есть где есть люди. А, то есть получается здесь, если ты превышаешь, тебе будут выписывать штрафы. Да, вопрос, как превышаешь. Если у меня конструктивная скорость максимальная ограничена 25 километров в час, Минтранс предлагает 20, я вот думаю, а теперь, а как я буду сам себя ограничивать? У меня спидометра-то нет? Вот, и кто будет отслеживать, превысил ты скорость или нет? То есть это дополнительные будут, я не знаю, специалистов, отряд ГИБДД, который чисто будет промобильным. Ну да, вот этот весь кто-то, он же не будет стоять, как в матрице, то есть он на дорогу и на тротуар направляет два пистолета. Получается, он все равно должен тот, это отдельный человек следить. Ну да. И как он, если этот тротуар, то есть это будет человек с палочкой, а там на лавочке сидит. Опять же вопрос применения этой практики, как ловить там самокатчика, который на достаточно серьезной технике, напишешься 50 километров в час, он может ехать, он и весит вместе с седоком. Если ему свистнули, да, остановить, там же и номера у него нет, ты можешь, как ехал, так и ехал. Ну у нас и на велосипедах номеров нет, но на велосипеды попадают под правила дорожного движения. То есть ты можешь, если ты едешь по дороге на велосипеде, к тебе есть правило, там, например, ты не имеешь право повернуть налево. Ну, когда заходишь. То есть если ты перейти, чтобы через дорогу, то есть ты не можешь по пешеходному переходу ездить через дорогу на велосипеде. Это самое главное. Это очень важно. Запомните, что на велосипеде по пешеходному переходу ездить нельзя. Только пешком. Мне кажется, эта инициатива растет из того, что появились несчастные случаи с водителями самокатов. То есть была история, когда самокат, и человек, который ехал на этом самокате, наехал на пожилую женщину или мужчину, я точно не помню, но в итоге смертельный случай произошел. И, видимо, законодатели решили, что пора зарегулировать эту тему, чтобы исключить, возможно, ДТП с самокатами. С этой стороны я согласен, наверное, даже правильно. Некоторые на самом деле просто погонять, неаккуратно, не наблюдая рядом. Дети идут с колясками, с колясками, они начинают гнать, сам лично видел, прогонять мимо тебя, и, мне кажется, даже не заметили, шибли бы они себя, не шибли. В любом случае, когда ты пользуешься такой техникой, ты должен принимать меру ответственности, то есть с головой подходить к своему движению. Самая большая опасность вообще в движении по тротуару, причем с большой скоростью, больше, чем пешеход, это вызывает машины, выезжающие из двора. То есть у нас же как, обычно, ну, вроде как там водитель не ожидает появления там высокоскоростного, будем говорить так, пешехода, высокоскоростного, который летит с нормальной такой скоростью, и выезжает из двора, и получается, перед тобой появляется борт автомобиля, ты едешь на максималке, и дальше ты просто в него врезаешься, и там, да, травма недалеко, но и плюс порча имущества. И получается так, что если ты ехал на самокате, сейчас ты пешеход, и водитель сбивает пешехода, теперь ты уже не пешеход будешь. Тут уже... ДТП, то есть уже, наверное, европротоколы. Да-да-да, оформление. Да, если представляешь, там, приезжаю там в страховую, да, у меня тут ДТП с самокатом. Да-да-да. Ну, давай к нашим историям. У нас много сейчас работ ведется, хотя уже мороз, уже снег практически уже выпал, но я надеюсь, еще растает, еще будет некоторый момент. Но активно-активно происходят изменения в городе. То есть тут тебе и лыжная база, и парк, и десятая школа, все никак. И Семашка. Наконец-то. Наконец-то открыли, четырехполосное движение, все практически сдано, там осталось чуть-чуть парковки, я так понимаю, доделать, парковочные карманы. И в целом все, уже третий раз, получается, ее за этот год открывают теперь окончательно. Ну, все равно, мне кажется, да, уже окончательно, да? Все, это окончательно. Закончательно, четыре полосы, я уже проехался. Я по ней, конечно, не ехал именно по четырехполосам, там пока по двух ездил, но я заметил, что действительно уже пробок на перекрестке стадиона уже не такие большие. То есть именно со стороны, если Московской ехать, в сторону больничного городка, в котором обычно пробка там длиной стояла сейчас, это все очень достаточно. Да, слушай, смотри, еще завершилось голосование у нас, получается, по определению проектов, да, по формированию городской среды. 31 октября закончился прием голосов, мы там набрали достаточное количество, там 8 тысяч человек проголосовало, больше даже 8 тысяч. А нужно было? Как раз нужно и было 8, то есть мы как раз туда и стремились. Достигли нужного порога, минимума, да. Я так понимаю, парк Сосино все-таки там войдет в приоритет теперь, будет реконструироваться парк. Но я считаю важным, надо спросить у наших жителей, как вы относитесь к происходящим изменениям в городе, поэтому, Ира, тебе слово. С каждым годом наш город становится все краше, придумываются новые проекты и воплощаются в жизни. Пойдемте спросим, нравится ли саровчанам, что сейчас происходит в нашем городе и какие предложения у них есть. Как относитесь к происходящим изменениям в нашем городе? Нравится, так что посмотрим, что будет, когда сделают. А так очень положительно. А что бы вообще поменяли, может быть, что-то прибавили бы в нашем городе? Вот если в программу будет входить чистка реки нашей, это было бы очень хорошо, эта река зарастает. Я бы поменял все дома на дорогие. Чтобы много было интересного, чтобы много было всего живого, деревьев, чтобы экология была. Да ничего, пока что меня все устраивает. Ну, реставрация идет, что-то улучшается, что-то нет. Лишь бы было где детям поиграть, людям поотдыхать. Замечательно отношусь, очень мне нравится это все. Город обновляется, нам надо что-то старое здание убирать, новые строить. Ну, как, наверное, везде. А расскажите, что-то, может быть, бы убрали или наоборот бы что-то прибавили? Что-то прибавили. Вы знаете, ой, мне кажется, у нас очень много торговых центров понастроили, мне кажется, лишнего. Я так думаю, может, как-нибудь, как мое мнение. Школы, сады, ну, они, конечно, есть, ну, и кровы, какие-то площадки для детей, вот нужно, чтобы они где-то играли. Я положительно отношусь к изменениям в городе. Мне нравится там, значит, где мост построенный, мне нравится там улицы чистые, более-менее положительно. Они всегда согласуются с желаниями жителей города. Вот этот мост, никто не обрадовался тому, что перекрыли вот эту монастырскую территорию. Всем в минус. Хорошо. Что вам больше всего нравится? Почище стало, вот на это, наверное. Положительно отношусь, скажем, детский парк. Вот я за этот проект голосовала, и я считаю, что это то место, которое, ну, должно быть облагорожено, так же, как и лыжная база. Значит, ну, и предложение вот такое, что у нас в нашем городе, при том, что бывают очень массовые мероприятия и международные, ну, такого хорошего уровня, туалетный сервис у нас, как он был, поднимался этот вопрос, так он и остался на абсолютно никаком уровне. Если мы собираем такое количество народа, хоть на лыжной базе, хоть где-то, ну, понятно, в больших городах там подъезжает, автобус, троллейбус подсоединяется к канализации. Вот у нас вот эта сторона, как много лет назад она поднималась, так она до сих пор, уровень никакой. Вопрос показал, что большинство соровчан устраивает, что происходит в нашем городе, но были и те, кто предлагал свои предложения. Друзья, берегите наш город, ведь именно от нас с вами зависит его красота. Ну, слушай, жители сказали свое слово, но я тебе хочу сказать, что было совещание, вот на прошедшей неделе, это было совещание у губернатора, значит, губернатор сказал, личная ответственность всех глав за реализацию национальных проектов. То есть муниципалитеты, муниципальные главы несут персональную ответственность, и по реализации этих проектов будет судиться, как, так сказать, глава администрации, глава города, и вообще местная власть, получается, работает. Ну, потому что для меня это тоже, как бы, касается, в итоге получается. Вот эта оценка, да, ваша работа будет летней, ну, в том числе, смотри, на город упали еще сейчас 2,3 миллиарда на реконструкцию очистных, уже в этом году нужно 900 миллионов. Прямо очистные? Да, на реконструкцию наших очистных. А очистных нашего города? Вот, теперь, да, 900 миллионов включили в этом году, 800 в следующем, и оставшуюся часть в 21-м. Получается, у нас бюджет перешагнул аж за 4 миллиарда рублей. То есть, 4,3 миллиарда примерно он сейчас составляет. Интересно, да, город, 90 тысяч населения, там бюджет 4 миллиарда, да, рублей, и у некоторых футбольных клубов просто за один сезон такая сумма. Ну, да, вот, давай сравним. 22 человек. Да, мне в этом связи больше интересно сравнивать, например, с соседями. То есть, там, Дивеевский район, Темняковский район, там, Первомайский район, вот, например, Дивеевский, там, что-то, порядка 400-500 миллионов рублей бюджет района. В Темняковском и того, меньше, там, порядка 300 миллионов рублей. То есть, в плане того, что город у нас очень, обеспеченность, да, вот, как это, берут население, делят всю сумму на количество людей. Ну, там, по 43 тысячи, то есть, обеспеченность очень высокая, бюджетная. Считается, что это, ну, прям, вот, уже за пределами нормы. Нормы, да. Потому что нормы в районе 30-35 тысяч на человека бюджет считается. Такой уже хороший бюджет. Значит, город все-таки. Да, город растет, город развивается. Вот, но у нас в городе побывал депутат Государственной Думы, значит, проехался по объектам, побывал на 10-й школе. Которая строится, да. Да, строится, реконструируется. Побывал на 10-й школе. И в выпусках новостей мы все покажем, да, вот все его передвижения и что там происходило у него. Выминдатчик повезет. То, что он ездил с осмотром. А, непросто, что? Непросто, да. То есть, он и провел пресс-конференцию, встречи с избирателями, но и по объектам капстроительства проехался. И вот в 10-й школе, в общем-то, ситуация удручающая. Там уже 30-й ноября новый срок. Ну и как бы он усомнился, что, в принципе-то, успеют. А вообще изначально какие были сроки? 1-го сентября 2019 года. 1-го сентября 2019 года якобы должны были вырождать. Должны уже все, уже дети в школу должны были пойти. К сожалению, 30-го ноября. Сейчас 30-го ноября предварительный срок. Сейчас, я так понимаю. Ну, зачем начинать там с 3-й четверти? Да, давайте сразу с 1-го сентября, ну, 20-го. Давайте уже в следующем. Это следующий учебный. Да, уже в следующем году. Зачем торопиться? Не надо. Ну, делать все хорошо. Сейчас получается у нас 1-го января, там, с 1-го декабря будем 1-го сентября. Ну, это же вот это все менять, это ведь каникулы опять на осень переносить. Для всех учеников, учителей, всем переезжать, оборудование, опять же. А где сейчас тогда эти дети? Они в 7-й. В 7-й. Да, в 7-й школе. Главное, что место для обучения у них есть. Ну, в тесноте, да не в обиде, как говорится. Да, ну, и самое интересное, что нам же, как рассказывают, что резкий старт произошел на всех объектах, что, значит, и парк, и вот лыжную базу там подхватили. Но вот директор ДЭП, через 3 месяца, новый директор ДЭП, который нам представляли как некую миссию, который в августе месяце был назначен, он его, он по собственному желанию уже ушел. Психанул? Да нет, я думаю, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. А, ну, понятно, это то есть как по контракту, да? Сделай нам. Как же еще, задачу поставленную перед ним он выполнил. Выполнил, все. Все, можно идти. А вопрос, какая была задача, это за скобками. Да. Я не знаю, там, в кабинете прибраться. Можно идти какие-то разные вещи. Я думаю, как раз в кабинете-то и прибраться. Ну, там, бумажки лишние там убрать не нужны. В шредерах там что-то. Съесть, да? Съесть. Не, ну, я думаю, все равно какая-то задача была поставлена, наверное, но вы, может быть, и на таких условиях как бы и брали, может, на короткий срок, что все, ты выполняешь какую-то определенную задачу, работ, все здорово, все замечательно. Молодец. Если нам потребуется помощь, мы к вам обратимся. Такой хороший ответ такой. Вроде не послали. Спасибо большое. Мы вам перезвоним, да, и как вот это происходит. И он ушел. Да, да. Ну, главное, чтобы это было без обид, да, как бывает, там, уходит, там, с каким-то обидом, без обидом. Если это все произошло действительно так, по договоренности, что это все будет, ну... Ну, вроде бы, по собственному. Ждем в трех собственных действий. По собственному же, а там уже назначили нового, да, директора, исполняющим обязанности. К сожалению, о нем я еще пока ничего не знаю. Ну, вроде бы, будем наблюдать, потому что работы там еще у них много. В Белозерске провели молебен против буйной скважины. Как сообщает канал МЭШ, в начале августа на улице Шукшина появился он. Фонтан, выбрасывающий более 400 кубов воды в час. Нет, это не чудо виновата. А поехав, то есть понаехавший из Питера, мадам, которая решила провести себе водопровод. Когда бригада бурильщиков в процессе работ наткнулась на подземное озеро, поток воды было уже не остановить. Рабочие уехали, а в Белозерске ввели режим ЧАЭС. Перед очередной попыткой тампонирования или, говоря простым языком, закрытия скважин власти решили подстраховаться и пригласили священника. Настоятель Успенского храма Александр Стулов согласился и провел на месте аварии молебен цитата «На начало благого дела в усмирении подземных вод». Удастся ли теперь заткнуть фонтан, покажет время. В интернете распространились фотографии из торгового дома Алим, что в Усть-Каменогорске. На снимках видно, что при создании мозаичного пола изрезанные плитки использовали обломки с портретами усопших. Как сообщает канал Лентач, администрация торгового дома подтвердила информацию, но переложила всю ответственность на подрядчика, который выполнял строительные работы и, соответственно, занимался закупкой нужных материалов. А подрядчики говорят, что купили, цитата, «ничейные памятники», которые по прямому назначению использовать никто не собирался. Э. Экономия. Совет депутатов Илевского парка выделил 2 млн. рублей на благоустройство дворов ожиданий и инсталляции в виде олимпийских горок с кустарниками и декоративными ограждениями. Реальность оказалась несколько странной. Муниципальные депутаты рассказали о произошедшем в соцсетях и заподозрили, что кто-то сильно сэкономил на благоустройстве. Найти документы о госзакупке они не смогли. А в Новосибирске торжественно открыли постамент для стелы в честь столетия комсомола. Постамент для стелы. Сам памятник, может быть, появится в следующем году, а может быть, и не появится, с деньгами организаторов Туга. Кстати, в церемонии приняла участие аж сама вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Как сообщает канал Лента.ру, жители одного из домов в Санкт-Петербурге отчаялись побороть ураканов с традиционными методами и решили прибегнуть к божественной помощи. Просто человеческими усилиями мы не сможем избавиться от них. Нам нужна помощь единственной силы, способной их прогнать. Помощь Господа, Творца и Создателя, говорится в объявлении. Грёстный ход состоялся 19 октября. Пришли на него всего два человека. Ну а к нам в студию присоединился Сергей Макейчев, главный тренер сборной города по хоккею. Сергей, а можно тебя теперь назвать главным тренером ХК Саров? Теперь, наверное, можно. Теперь можно? Да. Давай, Саша, подключай его к нашему Wi-Fi. Да, надо подключиться, чтобы мы были все-таки все на одной волне. Да, на чистоте. Тренер, да, хоккейного клуба Саров? Хоккейного, да? Возим пароль. Пароль будет простой, наверное, всем известный. Зубная фея. Так, Сергей, расскажи, мы тебя пригласили, потому что я знаю, что скоро начнется сезон, вот уже буквально вот-вот через неделю-две. Расскажи, как, так сказать, сборная города по хоккею живет, что нового ждет нас в хоккейном плане? Хоккейный клуб Саров, который был в высшей лиге, он у нас переехал в город Нижний Новгород, и называть теперь Торпедо Горький. А мы из хоккейного клуба Саров Инвест переименовались в хоккейный клуб Саров. И теперь просто официально сборная города. И теперь сборная города официально называется хоккейный клуб Саров. И как бы поддерживать эти традиции, которые мы начали в 2001 году, будем дальше уже областными соревнованиями. Поэтому мы остаемся в высшей лиге. Состав участников немножко поменялся. То есть в том году было семь команд. Из них осталось только, наверное, четыре. У нас добавляется сюда Бор, Сеченова, Урень и Вача. В Вачи хотят построить крайний, последний. Не знаю, как. То есть в Таншаево в том году открывали ФОК. Сказали, что последний. И вот в дальний Константиново все, больше ФОКов не будет. Сейчас выясняется, что заложили фундамент и уже полным ходом в Вачи идет. А как же мы? Строительство ФОКа, стадиона, спорткомплекса. Не знаю, не могу сказать. А как же мы, а наш ФОК? Как же крайний? Как же лучше? Не знаю, мы боремся за это. Какие-то письма тут ходят, какие подписи собирают. Нам ФОК очень нужен. Ну, вообще, вот с уходом, будем говорить, команды высшей лиги. Стало ли посвободнее в плане количества льда, возможности тренироваться? Высшая лига, она в основном забирала утренний лед, когда он свободен. То есть, дети учатся, и основная нагрузка приходилась на вечер. Ну, да, конечно, появилась команда сейчас ЮХЛ, которая играет в группе А, и достаточно сильные команды, там, Самар, Тольятти. То есть, я, кстати, всех болельщиков приглашаю. Очень неплохой уровень, ребята идут там на первом-втором месте. Это наши юниоры, получается. Да, да, там 17-18 лет мальчишки, то есть, старт сезона удался. И показывают неплохой хоккей в эти выходные, вот они играют дома. Ну, не знаю, как со временем, но мы катаемся не в 11 часов вечера теперь. Да, мы катаемся три раза в неделю, вторник, среда, пятница, в 8 вечера. Вообще, раньше удобно было в 11 вечера? Организм, наверное, как-то устает. Ну, естественно, нет. Ну, когда хоккея не было, вообще, был разговор такой, дайте любое время. Да, лишь бы ночью, лишь бы это все было. Потом аппетиты приходят во время еды, уже началось, что в 11 это поздно. Давайте, а вышки нет, давайте мне в 7 вечера. Но надо понимать, что Ледовый дворец – это муниципальное учреждение, которое настроено на детскую спортивную школу, на хоккейную, на развитие. И там, ну, грубо говоря, наверное, 10 возрастов, которые занимаются, и которые также должны расти и развиваться. А мы, любительская команда, ну, люди идут нам навстречу, город помогает, директора Ледовых дворцов департамента Министерства спорта идут навстречу, глава города, глава администрации. И я думаю, что хоккей должен существовать, даже пускай нет высшей лиги. Я думаю, что в этом году чемпионат области будет на порядок выше, чем в том году. Ну да, то есть уже уровень команд... Высшая лига – немножко другой уровень команд, да. Я все-таки вернусь к школе, но немножко с уклоном на сборную города. Вот ЮХЛ, понятно, там молодежь, да, 17-18, они еще школьники, да, они же воспитанники детской спортивной школы, играют вот в свой молодежный чемпионат. Вот после выпуска, получается, у них, то есть они либо разъезжаются по институтам, университетам, либо если остаются в городе, то им прямая дорога к вам. Да, так и есть. У нас вот в том году выпустилось 6 человек, 4 человека, я не знаю, где уехали учиться, может куда-то в студенческие лиги. Сейчас есть перевалочный пункт, студенческая лига. То есть ты заканчиваешь, едешь, допустим, в Тамбов, или там в Казань, или в Подмосковье, или в Москву, и поступаешь в институт, на фоне института есть хоккейная команда. И ты еще 7 лет, до 25 лет, ты можешь играть. Вопрос-то в продолжении, да, этой истории. Вопрос в том, что у нас, получается, легионеров нет, у нас есть своя подпитка. Да. То есть у нас в основном это наши воспитанники, свои хоккеисты, те, кто живет в городе, учился в городе, и учится, получается, дальше продолжает в городе. Вообще, какие задачи на сезон? Что для себя ставить? Задачи всегда максимальные. Быть в тройке, бороться за чемпионство. Я думаю, что с нынешним составом все получится. То есть оптимизм присутствует? Ну, не то, что оптимизм, но реалисты. То есть мы в том году ставили задачу быть в тройке, но мы не дотянули, потому что реально сырая команда, которая никогда не играла по высшей лиге. То есть где-то психологии, где-то физических данных, где-то опыта не хватает. Да, то есть тех людей, которые играли по высшей лиге, там, ну, 3-4 человека. А в определенный момент где-то вот эта психология. То есть мы проигрывали всегда в третий период. Это я подтверждаю. Даже зрители, да. Физически какой-то стоит подуставший, да, уже? Ну, или просто где-то, да, где-то подколачивает, где-то нервы. То есть пустые ворота надо забивать, мы промахиваемся, и нам бегут в обратку, забивают все. Не забиваешь ты, да? Да, остается там 2 минуты, ты бросаешь все силы туда, ошибка, бах, и ты проиграл уже в две шайбы. А хотя там 3 минут назад была ничья, и ничего не предрещало. И как закончится овертайм с булитами, это лотерея. Очень немаловажная здесь поддержка зрителей. И был момент, вот я уже говорил, может быть, о нем, но был момент, я присутствовал на одном из плей-офф матчей. Это, по-моему, был четвертьфинал, где просто завелась толпа, и там уже, значит, начали заводиться некоторые, кто вот родственники, да, завели с собой свои энергии, завели толпу, и понесли, понесли зрители вперед, и прямо отыгрались. Это очень было интересное зрелище. Конечно, да, скорости немножко не те, чем выше лиги в профессиональном хоккее. Но накал страстей порой бывает серьезнее, поверьте мне. Поэтому я всех приглашаю обязательно ходить на матчи, поддерживать нашу команду. А вообще, кстати, как она? Не зря болячку вызывают дополнительным игроком команды, да? Ну да, а вообще, как она ощущается с той стороны, вот не всегда интересна? Не, ну приятно, мурашки бегают, когда кричат. Да, сразу мурашки. Да, особенно когда начинается, вот, все говорят, как там можно вести 4-0 и проиграть там 5-4 в овертайме. Но вот ты, особенно если ты дома играешь, да, ты забиваешь первую, там начинает, потом вторую, это все подхватывается, там начинает, давай, давай, и ты на этом энтузиазме туда уже. А вот другая команда, у них наоборот, у них раз там 4-0, или расслабился, раз, 4-2, хоп, 4-3, руки затряслись, все, паника, и ты уже не знаешь. А тут еще и зрители давят. Психологический момент идет. Да, да, психологию ее никто не отменял. Психология, особенно вратаря, это очень, как бы, большая тема, над которой надо работать. То есть надо выходить определенный раскол, ну, как бы собранным, с холодной головой. Не надо, ну, это все индивидуально, это надо с каждым разговаривать. Предсезонка была? То есть как вообще предсезонка прошла? С августа месяца, ну, у нас тут получились, как бы, в непонятном состоянии. Как таковой, призоны подготовки не было, но мы катаемся с августа месяца, у нас земля, был футбол, ходили в тренажерный зал, катаемся два раза в неделю, сейчас вот три раза в неделю. Ну, как бы, не как в том году, то есть непонятно было там до последнего момента, потом это все бросились и сразу в бой. Нет, как бы, ну, вот есть либерационный турнир, сейчас 9-го числа хотим с ЮХЛ провести товарищеский матч, как бы, предсезонный. У нас все будут уже какая-то сыгранность, какие-то звенья. Я думаю, надо зрителей пригласить, приходите 9-го ноября. Ну, как показательная, да? Да, показательная игра. Товарищеский матч. Товарищеский матч, да. Ну, просто может при закрытых дверях пойти, а может при... Нет, нет, мы, у нас всегда все открыто, все прозрачно, да, это было уже летом, когда ЮХЛ провела определенный этап предсезонной подготовки и перед сезоном сыграть как бы с сильным соперником. Ну, мы только выше там по два раза покатались, они нас обыграли, не помню там, не с очень большим счетом. Вот, а сейчас, как бы, будет, я думаю, что результат будет другой, да, нам и нам надо как бы реабилитироваться, то есть там мальчишки маленькие, 17-18 лет, у меня, ну, тоже есть там 19-20, но основная масса там 25-30, поэтому и люди поиграли, и свербит. У меня больше свербит, мне кажется, чем у них, но посмотрим, как бы в планах есть, с тренерами разговаривали, сейчас, ну, либо 9-го, либо 10-го, либо суббота, либо воскресенье, посмотрим, как удобно будет. Я думаю, что мы обязательно проанонсируем этот матч, поэтому следите за эфиром канала 16, я всех приглашаю поддержать и наших юношей, и наших любителей, посмотреть, кто как готов к сезону, кто как играет, поэтому, Сергей, я очень желаю вам успехов в этом сезоне. Спасибо большое. Вот буду ходить, честно, за объементом схожу, возьму, будем стараться не подвести, буду ходить болеть, потому что действительно это интересно, за своих болеть всегда интересно. Будешь дополнительным игроком команды, будешь владеть на трибуну. Да, и я обычно с семьей беру, с супругу, может быть, даже уже пора и дочку брать с собой. Приучать. Приучать, да. Друзья, это был соседский Wi-Fi, мы обсуждали самые интересные события прошедшей недели, с вами в студии был Александр Самофал, Сергей Макеевич, главный тренер ХК Саров теперь, и Петр Смирнов, до встречи через неделю, пока-пока. Болеть за Саровский хоккей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова